Добрый день! Я, Великанов Сергей Юрьевич, председатель Общественного комитета по противодействию коррупции, и мои коллеги обращаемся к генеральному директору, председателю правления ООО «Российские железные дороги» Олегу Валентиновичу Белозёрову. Уважаемый Олег Валентинович, проблемы сохранения чистой окружающей среды в настоящее время являются приоритетными, и социально ответственные организации, к числу которых относятся и российские железные дороги, должны в первую очередь быть заинтересованы в улучшении экологических показателей. А загрязняющие вещества от деятельности структурных подразделений ООО РЖД не должны поступать в окружающую среду и уничтожать нашу природу. Несколько месяцев назад в нашу организацию обратились жители поселка Синой Саратовской области с сообщением о возможном загрязнении окружающей среды местными очистными сооружениями. При проведении общественного расследования выяснилось, что данные очистные сооружения находятся на балансе структурного подразделения ООО РЖД и осуществляют бесконтрольный прием сточных вод. Эти воды образуются от деятельности подразделений Российской железной дороги и иных потребителей. В связи с полным износом оборудования практически не проводится очистка сточных вод, которые поступают на поле фильтрации, соответственно в окружающую среду, загрязняя почву и ближайшие водоемы. Разрушено практически все. Оборудование, установленное еще в 70-е годы прошлого века, в настоящее время имеет стопроцентный износ, что дает возможность практически напрямую сбрасывать сточные воды. Они содержат большой объем загрязняющих веществ, включая нефтепродукты и хлор. Из восьми отдельных чеков полей фильтрации на протяжении более 15 лет сточные воды принимает только один. Такое положение приводит к загрязнению окружающей среды и возможной, не побоюсь этого слова, экологической катастрофе. Прохранительными органами было установлено, что кроме стопроцентного износа некоторого оборудования очистных сооружений, при Волжской дирекции по тепловодоснабжению не проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух. Также в программы производственного контроля не включаются мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критерии в безопасности и безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработки методов контроля. Что это значит? Как я уже сказал выше, бесконтрольный слив очистных вод, содержащих огромный объем загрязняющих веществ в этом районе, приводит к экологической катастрофе. В связи с этим, для обеспечения защиты экологической среды, Привозская железная дорога обещала начать строительство новых очистных сооружений. Но далее проектно-изыскательных работ дело не пошло. Только-только начавшийся проект модернизации очистных сооружений станции Синная был по неизвестным причинам полностью остановлен. В настоящее время начальником Привозской железной дороги Сергеем Альмеевым не принимается никаких мер для начала строительства данных очистных сооружений. Олег Валентинович, в избежание дальнейшего негативного воздействия на экологию района прошу взять на личный контроль вопрос по строительству новых очистных сооружений станции Синная и принять все необходимые меры для устранения экологической катастрофы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова